Ребята показывают хорошую борьбу. Если можно сказать, вот этот человек выиграет, и он выигрывал, сегодня нет. Сегодня первый день, пускай, тяжко. Бывает такое, что я могу мотивировать других людей, но не могу мотивировать себя. Мы сейчас находимся в основной базе единоборства Дагестана, город Махачкала. Посмотрите, какой зал для нас дали. Нам очень приятно. Этот зал тоже не хватает. Нам надо было, конечно, параллельно такой же еще один зал, чтобы члены сборной команды, которые попали в чемпионат России. Ну, мы же не вынуждены, что у нас только из трех с половиной населения миллион борцов. Уникальная сегодня у нас база есть для вольников, для других видов спорта в Дагестане. Одна из первых таких, где есть все условия для всех видов спорта, можно сказать. Здесь есть бассейн, здесь есть игровое поле, здесь есть воркаут площадки, здесь есть как борцовский, также зал дзюдо на шесть ковров, то в гостинице, где размещают около ста спортсменов, это очень важно. Ребята неплохо готовы, хотя в Европейские Олимпии игры совпали. Как-то в сборе 2, 3, 4 ноября, в котором они попали в сборную команды России, находятся все они здесь. И подготовка идет под руководством главного тренера Сажидова и тренера сборной команды Дагестана. Это у нас первая неделя сегодня идет, всего мы планируем быть здесь 2 недели. После этого, через 3 дня уже поедем в Сочи, в город Адлер, где будет чемпионат страны. Ночные сборы, если честно сказать. Столько пар таких хороших, молодых постигинец. Сегодня борьба изменилась, с учетом последних десятилетий. Поколение с поколением всегда меняется. Нам кажется, те поколения, которые чуть-чуть слабее стали, ребята показывают хорошую борьбу. Всегда меняется. Меняются правила, появляются молодые ребята. Естественно, конечно, ближе к Олимпийским играм. Это всегда. Сегодня, если взять 17-й год и сегодня уже 19-й, через следующий год Олимпийские игры уже в каждой весовой категории по 2, по 3, по 4 человека есть, которые претендуют на золотую медаль. Если в 17-м году было, если можно сказать, вот этот человек выиграет, и он выигрывал, сегодня нет. Сегодня очень большая конкуренция и непредсказуемость. Какие-то лидеры уже выявились, лидеры какие-то есть. Новые, можно сказать, приемы появляются, которые мы привыкли называть. Какие-то приемы чем-то именем Сахиевский, Фадзаевский. И тут появляются такие. Это интересно, иначе борьба развивается. То, что мы делаем сегодня, то дело, оно живет. Мы продолжаем это дело, которое великие тренеры и наставники, великие спортсмены, которые нам сегодня передали. Значит, мы на правильном пути, и будем продолжать в том же духе. Дальше она развивалась и интересная. Десяток имен, по-моему, которые вот себя в ближайшее время, возможно, там через несколько лет, себя прям очень ярко проявят. Это вы имеете в виду дагестанских или мировых спортсменов? Ну, дагестанские, вот, сегодня возьмите, вот, молодежку я возьму, это Угуев, 57 килограмм, это Розанбек Джамалов, это Шираев, это Базгаджиев, это, тут есть еще у нас юноши ребята, которые в этом году блестящий вылет выступили, это 4-5 человека. Ну, таких в команде много, я сейчас кого-то назад, кого-то упустить не хочу, потому что бывает. Да, очень много, их больше десяток. Сегодня то поколение молодое, которым еще не 20 лет, или там 21-22 года, это вот будущее поколение, можно сказать, после тех наших вот сборников, которые сегодня, это Куруглий, Садулаев, Гибеков, это Ильяс Бекбулат, это Хажимурад Рашидов, Гаджи Магомедов, Гаджи Магомедов, это после них, которые будут, ребят. Я не сомневаюсь, не сомневаюсь, что выступления нашей команды в России, как обычно, в 17-16-15 годах, мы будем держать статус нашей республики. Болельщики вольной борьбе ждут хороших, красивых, таких принципиальных схваток в чемпионат России. Важный турнир для меня, для меня, для моих тренеров. Почему? Ну, отбор на чемпионат мира, можно сказать, а тот, кто выиграл чемпионат России, уже, можно сказать, пол дела сделано, поэтому очень сильная конкуренция, и из нее выйти очень хочется и мотивирует эту конкуренцию. Сейчас сборы проходят и в Сочи, и там сейчас наша основная команда готовится на Евроигры, а остальная, вся сборная, готовится на чемпионат России отсюда. Ну, для меня, конечно, не знаю, как для других, для меня дома комфортнее всего. Я вчера приехал на сборах в Сочи, там на Евроигры готовится фасийская команда, а оттуда он сразу сюда приехал. Сегодня первый дом, сейчас сказать, тяжко, вот или дышу, а дышка такая. А так все хорошо, самое главное, без травм. Знаешь, мы беседовали с наставниками, представителями федерации, федерами, и они говорят, ну, тебя отмечают, выделяют, по крайней мере, да, из состава других спортсменов. И это не накаляет, не придает такое больше ответственности, какой-то нагрузки. Нет, наоборот, мотивирует. Хочется доказать всем, что их ожидания – это не просто так, потому что это великие спортсмены, великие тренера, когда говорят такое о тебе, это очень мотивирует, и хочется доказать, что они не ошибаются. У меня бывает такое, что я могу мотивировать других людей, но не могу мотивировать себя. Вот, например, мои дети, с которыми я работаю, они меня мотивируют в том плане, что я чувствую, что я еще могу, ну, могу еще себя проявить. А в том плане, я из всей нашей сборной команды, можно сказать, один из самых старших здесь остался, потому что я уже давно в сборной, и здесь в основном одни молодые остались, новые. А так, я думаю, еще время покажет. Твои ребята, они тебя поддерживают? Как? Конечно, поддерживают. Постоянно поддерживают, пишут, звонят. Приезжают на соревнования, если они у нас в Дагестане находятся, в пределах доступного, чтобы приехать. Приезжают, ну, как мне кажется, у всех так бывает. За тренеров всегда болеют, даже больше, чем за обычных. Что для тебя борьба? Пока для меня все, то, что я занимаюсь с детства. Я даже не знаю, что дальше, если закончится борьба, не представляю пока. Но пока, можно сказать, это мой образ жизни, и чем я занимаюсь, чем люблю заниматься в профессии. Как вы относитесь за то, что ребята, которые там, креируются здесь, могут выступать за какие-то другие страны? Мы всегда должны болеть за своих людей, за кого бы они ни выступали. Герои по всему миру, если дагестанцы, это хорошо. Полмиллионная армия в вольной борьбе Дагестана, они же не могут все попасть. Но я отношусь к этому очень хорошо. Когда Ильяс Абегватову идет в спорт? Когда порох закончится. Еще, я не знаю, еще не могу сказать тогда. Есть в планах выиграть какую-то точную награду, чемпионат мира или олимпиаду, возможно, и тогда поставить точку билей? Пока не устану и не почувствую, что у меня все, порох закончился. Это еще цикл хочу побороться. Если, конечно, здоровье позволит, не шмала. Заряжен очки в России? Да, заряжен. В этот раз заряжен. В этот раз могу сказать просто, как сказать, в каждый раз да. Просто в этот раз я более как-то по-другому начал думать об этом чемпионате России. Я думаю, что в этот раз нужно проявить себя уже на все 100%. Хотя и каждый год это проявляется, но в этот раз именно психологически, ментально я готов, мне кажется. Приятно, что основа UFC, МММ, является вольная борьба. Это мужественный народ, который накарепашивает. И другого вида спорта нету, как борцы вольный стиль, которые могут и там, и тут вороться. Понимаете? Это многолетний труд, который ложили на ковре. Многолетний труд, который ложили на ковре. Мужественные отношения. Это самый трудный вид спорта. Занимается вольной борьбой. Она является основой для всех видов спорта. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Добавил субтитры создавал DimaTorzok. Добавил субтитры создавал DimaTorzok.